Россия самобытно творящая и почти свободная от всяких влияний чужой мысли, писал Максим Горький в беглых заметках под впечатлением отработок кустарей, представленных на Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде. И потом в переписках не раз скажет, что любит палехских мастеров хламскую роспись, что местные ремесла надо поддерживать. Как бы сейчас сказали, Горький положил начало развитию народным художественным промыслам, потому что его отчитали, к его мнению прислушивались. То, чего касался Горький, развивалось с какой-то большей интенсивностью, большей силой. То есть, естественно, кустари, которых он поддерживал, соответственно, это были и поддержка общественная, и вложения какие-то денежные. И это влияло на развитие промыслов, конечно, в целом. В музее имени Горького хранятся предметы быта семьи Пешковых, подаренных писателю кустарями. Хлебница, тарелка с хохломской росписью и множество маленьких шкатулок. Мне кажется, что это для мелочи, для какой-то, может быть, дамской, скорее. Мне так кажется. Вряд ли она была кухонного какого-то использования. Попечинский совет фонда народных художественных промыслов собирается в музее имени Горького. Обсуждают создание туристического маршрута по любимым местам писателя и инициативы по поддержке народных промыслов России. Нет ни одного человека, который бы вырос и так или иначе не прикасался к художественным промыслам. Другое дело, что интерес в связи с тем, что прогресс так идет вперед, не стоит на месте, интерес к художественным промыслам иногда чуть затихает, иногда снова поднимается. Последние годы интерес к народным художественным промыслам, скорее всего, на пике. Самое время подчеркивает самобытность и свободу от чужих влияний. То, о чем писал Горький 120 лет назад. Ксения Доринова, Алексей Калякин, Объективное ННТВ